Смотрите сегодня. Есть ли жизнь после выборов? Чем сейчас занимаются аутсайдеры предвыборной гонки? Объективный и независимый репортаж нашей телекомпании стал лучшим среди сотен работ журналистов Сибири. Личная неприязнь как мотив для убийства. В чите водитель убил своего начальника. Праздник музыки. В очередной раз театр оперы и балета удивил своих зрителей новой постановкой. Здравствуйте. В эфире новости. На первом альтернативном в студии работает Марина Непомнящих. Корреспонденты нашей телекомпании готовы рассказать о новостях четверга. И начнем выпуск с краткого обзора событий дня. Аэропорт Байкал не способен оказывать качественную медицинскую помощь. К такому выводу пришла транспортная прокуратура после проверки. Так, например, были нарушены требования к утилизации медицинских препаратов к условиям их хранения. У некоторых медикаментов истек срок годности. Нерегулярно проводилась уборка помещений, медпункты и многое другое. Директору аэропорта Байкал Алексею Киселеву внесено представление. В рамках празднования Дня туризма передана гуманитарная помощь в Тункинский район. В акции приняли участие представители гостиниц. Они направили постельное белье, полотенце, подушки в дар курортам и санаториям Тункинского района, пострадавшим от наводнения. В Бурятии вновь зарегистрирован рост цен на продукты. Теперь улан-уденсам придется заплатить значительно больше за свежие огурцы и свинину. Первые в среднем подорожали на 7 рублей. Что касается свинины, цена выросла на 4 рубля. А вот морковь и лук заметно подешевели. Стоимость бензина пока остается без изменений. И к другим новостям. Выборы прошли, а страсти по ним не утихли. До сих пор некоторые участники политической борьбы считают, что шансы войти в Горсовет у них еще есть. Пусть и не через парадную дверь. Их иски о нарушениях на выборах уже лежат в суде. Среди тех, кто собирается побороться, Игорь Зураев и Константин Агалов. Все подробности далее. Надо сразу сказать, без куска хлеба проигравшие депутаты не останутся. У большинства из тех, кто не один созыв подряд занимал депутатские кресла, есть чем заняться. Например, Александр Викулин. Он является генеральным директором строительной компании «Удинская». Компания занимается сантехническими работами, отоплением, водоснабжением, водостоком и канализацией. Вот что пишет про экс-депутаты известный журналист Евгения Болтатарова в своем блоге. Его компания специализируется на строительстве. Активно участвует в государственных подрядах. Так, например, в 2013 году ЗАО «Удинская» выиграла многомиллионный контракт на реконструкцию и развитие республиканской больницы имени Симашко. Но непосредственным строительством ЗАО «Удинская» не занимается. Выступает лишь генподрядчиком. При этом за все годы депутатства в горсовете о Викулине вообще не было слышно. Тем более им не озвучивались проблемы левого берега. В принципе, из краткого анализа понятно, зачем Викулину необходим горсовет. Однако снова попасть в горсовет Александру Прокоповичу не удалось. Фортуна также не улыбнулась директору общества с ограниченной ответственностью Фортуна Сергею Соколову. Как не улыбнулась она и директору информационного процессингового центра Сергею Краснопееву. Лоббировать интересы своих бизнес-структур им придется, увы, не через горсовет. Но со своим поражением они смирились, в отличие от Игоря Зураева. По нашей информации, последний еще собирается побороться за заветное кресло. Вот что сообщил Игорь Иванович, корреспонденту информполиса, сразу после выборов. Да, будем обжаловать. Детали сообщить пока не могу. А вот завсегдатой горсовета Михаил Ян, который занял даже не второе, а третье место, что называется, ушел в подполье. Оспаривать результаты скандальных выборов, похоже, он не собирается. Заслуженный врач, член Единой России, еще и оказывается, занимается сочинительством. Пишет весьма недурные стихи. Что ж, теперь на творческую деятельность у него появилось гораздо больше свободного времени. Наталья Окладникова, Александр Хомаганов, Первая Альтернативная. Что делать, когда идет дождь, а за окном осень? Многие жители нашей республики предпочитают не сидеть сложа руки, а оставлять комментарии на сайтах газет и информационных агентств. Комментарий уже превратился в отдельный вид творчества, и зачастую они бывают даже интереснее, чем сама статья. Сегодня у нас стартует новая рубрика «Настрочили». Всем привет! Сегодня четверг, и в эфире наша новая рубрика «Настрочили» и я, Александр Иванчиков. Если нужен эксперт в любой сфере, спроси в интернете. Там тебе подскажут и научат, как тебе нужно жить. Вот и мы решили сделать обзор тем, которые вызвали бурную реакцию диванных экспертов. В начале недели СМИ сообщили о том, что самого Кевтаежном начали сносить. Комментаторы тут же разделились на два лагия. Одни говорили, что наконец-то начали приводить эту сферу в порядок, другие взывали к совести, состраданию и здравому смыслу. Этот поселок ведь не в черте города. Многие даже о его существовании не догадываются. Чем он помешал городу? Земле стратегического назначения? Федеральная трасса? Уродство какое-то со стороны города? Посмотрите на фотографии. Простые люди. Как это не цинично прозвучит, но сами виноваты. В том, что случилось, они виноваты сами. Надо было в свое время законно ставить дом. Или если не получалось, не ставить вовсе. Не с улицы же пришли. Жили где-то до этого. И впредь властям, которые будут обещать узаконить после строительства, никогда не верить. Тут же предлагались и пути решения этой проблемы. Можно же штрафы наложить или землю жителям продать, как коммерческую. Нельзя. Поскольку создастся порочная практика с захватом земель и последующим выкупом. В то же время наши друзья из Оригуса сообщают, что пока самоволки в Таежном сносят, другим самовольщикам в элитном коттеджном поселке предоставлено право выкупить свою землю. Причем по цене намного ниже рыночной. Эта новость тут же вызвала бурную реакцию в социальных сетях. А почему их не снесли, как в Таежном? Ведь получается, эти коттеджи стоят там не один десяток лет самовольно. Напрашивается вывод, что простой люто бежать можно, а бизнесменов страшно. Вторая новость, которая вызвала бурное обсуждение – обыски в мэрии Улан-Удэ. Как прокомментировал Александр Иренчеев, зашли, что-то взяли, вернули обратно. Но диванных экспертов такой ответ не устроил. И они тут же стали делиться своими мнениями. Но не сам обыск стал темой комментариев, а тот факт, что с изъятием компьютеров в администрации на сайтах республики резко сократилось количество хвалебных комментариев в адрес нового старого мэра и отрицательных в адрес его оппонентов. Стало меньше комментариев, которые писали, как мы их называем, галковские тролли в пользу недавно избранного вновь мэра Улан-Удэ. Их реально стало меньше. Поскольку эти комментарии писались, судя по IP, из компьютеров, которые стоят в администрации города Улан-Удэ, то мы считаем, что если уж изъяли компьютер, то, наверное, просто народу не на чем писать. Галковские тролли, на самом деле, как я их оцениваю, они довольно примитивные комментарии оставляли. То есть это тупо мэр хороший, а остальные козлы. Вот примерно вот на таком уровне. То есть если брать других троллей, которые поддерживали, в том числе во время выборов тех или иных кандидатов, народ был гораздо креативнее. Писать стали меньше, но сетевые хомячки этому даже рады. Предлагаю флешмоб. Если вылезет галковский тролль, то дружно посылать его на три буквы. И последняя новость пришла все с той же газеты РБ. А вот на днях при оформлении документов помощницы депутата горсовета Николая Будуева сотрудник мэрии неуклюже пошутил. Или не пошутил. Дескать, зачем оформлять документы на весь пятилетний срок полномочий? Есть же пример Толостоухова? Вдруг и с Николаем Будуевым что-нибудь подобное случится? Вот как комментирует это сам Николай. Сотрудник мэрии, он может что-то знает уже, не знаю о моей судьбе, что-то может уже готовиться. Откуда такие предположения? И почему вообще так люди шутят? Я заявляю официально, что к суициду склонностью я не обладаю. Я люблю жизнь, женщины и так далее. Поэтому как бы не дождетесь. Будуев открытую попер против городской власти уже на первом заседании горсовета. Запасаемся попкорном и смотрим, что будет дальше. Давайте мы последуем этому совету. Возьмем попкорн и продолжим следить за новостями в интернете. С вами был Александр Иванчиков. До скорого! Бывший водитель застрелил своего начальника. Накануне в Чите был убит один из руководителей бурятской золотодобывающей компании. Вчера в одном из Читинских дворов было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Им оказался 64-летний Дмитрий Чичушков, технический директор организации «Витим Геопром», занимающийся добычей рассыпного золота и зарегистрированной в Бурятии. В тот же день благодаря очевидцам был задержан и главный подозреваемый в убийстве, 38-летний, житель Сретенского района Забайкальского края Виталий Нечаев. Известно, что он также работал золотодобывающей компанией и водителем. Мужчина сразу же признал свою вину. По словам задержанного, у него была неприязнь к начальнику. Мы предполагаем о том, что подозреваемый утром подкараулив вот этого 64-летнего мужчину возле его дома. И в тот момент, когда потерпевший садился в автомашину свою, в Ниссан, выстрелом из обреза охотничьего ружья, он и убил вот этого Сретенского. Сегодня в Чите состоялось судебное заседание, на котором задержанного по делу убийства технического директора Витим Геопрома оставили под стражей. Суд удовлетворил наше ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд учел доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от органов следствия и суда, либо иным образом помешать объективному расследованию этого дела. Таким образом, в ближайшие два месяца подозреваемый Виталий Нечаев проведет за решеткой, а в случае необходимости срок будет продлен. Завершился девятый конкурс журналистского мастерства «Сибирь.Про», в котором приняли участие журналисты Сибирского федерального округа. На конкурс было представлено 676 материалов. В номинации «Образование» лучшей стала работа нашей телекомпании. Репортаж «Другая жизнь» Натальи Окладниковой, Алдара Домбаева и Алексея Верника занял первое место. В сюжете рассказывается о жизни социально-терапевтического лагеря «Отрадный сад», в котором живут более 20 человек, страдающие тяжелыми заболеваниями. Когда мы вместе с нашей съемочной группой приехали в Таловку, в «Отрадный сад», то больше всего меня, конечно, поразил энтузиазм женщины, которая всем этим занимается. Наталья Малых работает несколько лет уже с тяжело больными людьми. И вот что удивляет люди, когда узнают, что у них рождается тяжело больной ребенок, многие даже отказываются от него. А здесь женщина не то, что не отказалась, она взяла других, совершенно чужих ей детей, людей, для того, чтобы их социально адаптировать, для того, чтобы они выздоравливали. И вот это восхищение я попыталась передать в своем репортаже. Я думаю, это получилось, раз жюри тоже отметила нашу работу на таком крупном конкурсе. А сейчас предлагаю вам еще раз посмотреть репортаж, за который проголосовала жюри сибирского конкурса. Этот дом с синей крышей виден всем, кто проезжает по трассе М-55. Но мало кто знает, что там протекает другая жизнь особенных людей. Нас встречает хозяйка от родного сада. Именно так называется этот социально-терапевтический лагерь. Вот уже 15 лет Наталья Малых с мужем занимаются реабилитацией людей с тяжелыми заболеваниями. Этот дом они построили вместе с волонтерами на спонсорские деньги. И тогда у каждого воспитанника появилась своя комната. Это комната Баяса. Баяса-аутист очень умный. Просто уникальный. Его сейчас нету. Он уехал домой. Он живет в Оке. Очень далеко. И два раза в год ездит в гости. Сегодня в большой семье Натальи живут 20 воспитанников. Возраст у всех разный. От 5 до 30 лет. И если взрослые уже получили профориентацию и зарабатывают небольшие деньги, то самые маленькие пока даже еще не сделали свои первые шаги. У Никиты работа вот на захват. Чтобы он почувствовал разные материалы. Это глина. И учиться делать захват. Это пока наша работа с Никитой. Кому больно, да? Да. Это больно. Поэтому не плачет. Это больно. Больно Никите и больно Роме. Желание научиться ходить и взаимодействовать с миром сильнее боли. Поэтому дети преодолевают себя и делают невероятные успехи. А специалисты всячески в этом помогают. У подростков в это время проходит урок геометрии. Для них научиться повторять элементарные движения за учителем уже прогресс. Саша аутист, Боря аутист, Данила аутист и Полина слепой аутист. Аутисты очень плохо работают рукой. Поэтому, конечно, все рука в руку. С каждым. Наташа работает с ней. С каждым рука в руку. Совсем взрослые уже настоящие мастера. Они занимаются изготовлением экологически чистых игрушек, ковриков, корзин и деревянных сувениров. Среди других здесь трудится сын Натальи Алексей. 15 лет назад врачи сказали, что для своего больного ребенка Наталья сделала все, что могла и надо бы остановиться. Наталья не остановилась и создала реабилитационный лагерь. И вот теперь благодаря ей право на жизнь в обществе получил не только ее ребенок, но и десятки других. Среди них Анатолий, которого родители привезли из Омска 4 года назад. Сразу приехал я. Сначала чуть-чуть плохо было, а потом уже все хорошо. Здесь познакомился с соседями. Здесь все нормально. Подсобное хозяйство, налоги, коммунальные нужды и зарплаты специалистам Наталья выплачивает из родительских взносов. Конечно, денег не хватает, а потребность расширяться назрела уже давно. Поэтому, когда общественник Андрей Сукнев предложил Наталье построить зеленую деревню, она с радостью согласилась. Вообще у нас такое, как специфика, креда наша, чтобы было экологически чистое, экологически правильное. Мысли, пища, одежда, все должно быть чистое. Чистая душа только тогда будет, когда физически мы будем чистыми. И поэтому эта зеленая улица, это будет просто замечательно. Дерево и глина – основные материалы для создания экологических домов. Строительством займутся не только профессионалы, но и любители. Андрей Сукнев для воплощения очередной задумки планирует привлечь воспитанников детских домов. Здесь даже не столько дом важен, сколько процесс вообще, потому что процесс здесь очень интересный. Люди друг друга, дети взрослые, они друг друга познают, знакомятся, передают друг другу опыт, думают. То есть постоянно здесь как бы есть пища для размышлений. И этот процесс, он очень важный. Свой проект Андрей вместе с Натальей планируют воплотить на народные деньги. Так называемый краудфендинг. На сайте планета.ру разместят описание будущей деревни. И все, кому придется по душе эта идея, смогут поддержать ее, перечислив средства. Приступить к строительству планируют весной. И, возможно, уже в этом году воспитанники Натальи отпразднуют новоселье. Наталья Окладникова, Алдар Домбаев, Алексей Верник. Первая альтернативная. Помоги ветерану. В Брятии продолжается сбор денежных средств в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Напомню, право на получение адресной помощи имеют те граждане, которые ранее не обеспечивали жильем и не состояли в едином сводном списке по Бурятии на предоставление соцподдержки. Выплата производится в размере 40 тысяч рублей на проведение ремонта жилого помещения. Чтобы получить адресную помощь, ветеранам необходимо обращаться в отделы социальной защиты населения по месту жительства, заявлениям и определенным перечнем документов до 1 ноября. Отмечу, что с июля по сентябрь этого года денежная выплата будет произведена 560 ветеранов войны на сумму более 22 миллионов рублей. В целом на оказание адресной помощи запланировано почти 26 миллионов. В Улан-Удэ пропал школьник. Вчера днем учащийся 8 класса школа номер 25 вышел из учебного заведения и так и не вернулся. 13-летний Александр Марактаев проживает по улице Геологической. Его приметы плотного телосложения, рост около 160 сантиметров, был одет в баллоневую синюю куртку, спортивный костюм синего цвета с красными лампасами и кроссовки. При себе у него был черный рюкзак с белыми полосками и сотовый телефон марки Nokia. По словам близких мальчика, ранее он из дома не уходил. Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Марактаева, просьба сообщить по телефону в полицию. 43-02-02, 29-24-20 или 23-34-95. Пролетая над Байкалом, в Москве пройдет премьера необычного спектакля «Полет над легендой», посвященной защите жемчужины Бурятии. Исполнять музыкально-хореографические произведения будут артисты из русского императорского балета, а руководить им заслуженный деятель искусств России Гедемина Сторонда. Автором постановки является государственный деятель, известный юрист и поэт Владимир Исайчев. Он вместе со своим напарником Валентином Ефремовым в 2008 году перелетели на воздушном шаре через самую опасную зону легендарного озера, так называемый Байкало-Бермудский треугольник. Именно этому подвигу и посвящен спектакль. Он будет представлять собой хореографическую сказку, фантазию о традициях и самобытной национальной культуре людей, живущих на берегу Байкала. Постановка расскажет о множестве преданий и мифов, тайн и загадок священного озера. Победить гравитацию и ощутить свободу полета – такую возможность дарит телекомпания АТВ своим телезрителям. Настоящее приключение на большом воздушном шаре – это отличный повод для знакомства с городом с высоты птичьего полета, прекрасные фотографии и незабываемые впечатления на всю жизнь. Мы долго думали, что может порадовать наших дорогих телезрителей. Какой подарок может запомниться на всю жизнь? Сопоставив множество вариантов, остановились на воздушном шаре. Я уверена, что полученные эмоции надолго останутся в сердцах наших победителей. Правила предельно просты. Вступайте в группу телекомпании АТВ ВКонтакте, сделайте репост записи и сохраните на стене личного аккаунта до 12 октября. И, возможно, именно вы станете новыми воздухоплавателями. Итоги будут подведены уже 13 октября, а дату полета вы выберете сами. Ведущие оперные партии, редкие видеозаписи и фотографии легендарных певцов на сцене. Театр оперы и балета представил новый уникальный проект. Подробности у Натальи Китаевой. Вспомнить прославленных и легендарных певцов Бурятского оперного театра решили в Международный день музыки. Концерт продолжают юбилейные мероприятия, приуроченные к 75-летию театра. И в этот раз посвящен юбилею известного музыковода, летописца, автора многочисленных монографий Олега Куницына. Не случайно в День музыки ему исполняется 80 лет. К этому мы подготовили концертную программу, где участвуют все ведущие солисты оперы. Подготовили выставку, где у нас показаны фотографии прошлых лет, прошлых спектаклей. О корифеях бурятского оперного искусства и многих других – певцах, танцорах, дирижерах, музыкантах и балетмейстерах золотого периода – в истории бурятского оперного рассказывается в новом сборнике статьи Олега Куницына. Давид Дондупов раскрывает тайны монографии автора. Это избранные статьи музыковеда Олега Куницына, которые он написал за более чем 30 лет. В этой книге есть очень любопытные статьи о дирижерах, о наших солистах – Линхавоне, Базарсадаеве, Дашиеве, все, кто, в общем-то, ковал славу и гордость нашего театра. Вообще, мы же работники раскульптуры, мы всегда очень любим наш театр оперы-балета, и особенно концерт солистов. Это прямо очень редко удается все вот эти такие самые солисты услышать, увидеть. Мы пришли с большим ожиданием. В рамках юбилейных мероприятий обратились к истории театра, вспомнили имена, сценические образы. В этот день на сцене звучали оперные партии, спектакли Аида, Травиата, Дон Карлос в исполнении ведущих и молодых солистов. Вообще, вот такое, знаете, неординарное, когда есть, рассказывают, показывают и поют, сравнивая старое, которое мы слышали, и новое. Это очень интересно. Вообще-то так-то очень новый проект, я считаю, хороший. Хочется, чтобы дальше продолжало. Не только, скажем, большие концерты, большие оперы и так далее. И вот такие небольшие тоже, они очень интересные. Носят разнообразие. Наталья Китаева, Бато Тудунов, первая альтернативная. На этом у меня все. Все материалы вы можете посмотреть на нашем сайте www.baikal.tv.ru Заходите, комментируйте, звоните нам по телефону 454309. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова